Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News, перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра. Народ в шоке, разоблачены три мужа гея Аллы Пугачевой. Отвращение жуткое, представлены новые факты, народ в социальных сетях бьет в набат. Как же можно жить с мужьями геями, делать детей в пробирке и еще хвастаться своей личной жизнью всему честному народу. В голове не укладывается. Женщина, которая своим примером показывает, вот как надо жить. И показывает с главных телеэкранов страны. А ведь все больше подростков и молодых людей говорят о том. Вот, посмотрите, как живут ваши иконы, звезды, почему мы не можем иметь детей из пробирок. И жить так, как хочется. Какой же христианский пример подается православной Руси? Российский писатель и общественный деятель Александр Проханов эмоционально высказался о том, что многие годы испытывал глубокие переживания от рассказов о жизни Аллы Пугачевой с тремя мужьями геями в эфире российских телеканалов. Иногда у меня волосы встают дыбом от того, что нам на протяжении нескольких лет показывали Аллу Борисовну Пугачеву со своими тремя мужьями геями, которые еще и умудряются родить детей. Помимо этого, на нашем телевидении осталось еще очень много неприличного и ужасного, сказал Проханов на лекции для студентов в Кургане, цитирует его проект накануне. В последнее время Проханову легче смотреть без каналы, потому что там возникают и новые тенденции. Толстый, Киселев, Зейналова, за ними будущее, они будут доминировать. У Проханова давние счеты с ЛГБТ-сообществом. Еще в 2003 году Свердловская региональная общественная организация «Форум прав через суд» добивала из открытия издаваемой Прохановым газеты «Завтра», обвиняя ее в пропаганде ненависти к гомосексуалам и разжигании социальной розни. В разное время Проханов утверждал, что гей полностью захватили цифровые СМИ и вытеснили оттуда государство. Он открыто заявлял о своей ненависти к ЛГБТ в эфире радио «Эхо Москвы». «Я не толерантен, я свероподобен, я испытываю к ним геемоторжение. Я понимаю, что это их, как бы, удел и несчастье, но, во-первых, они очень агрессивны, и вот эта гей-культура, гей-политика, она заразна, они навязывают это все другим людям. Ведь в геем можно стать поневоле, в гея можно совратить человека», считает Александр Проханов. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok